привет ребята с вами канал владелец аквариума я дима и 200 литров аквариум и так я вот предыдущее видео вылаживал с нано карой которая еле выжила до моего товарища этот аквариум на 72 литра кстати прослужил наверно было двух лет но так как у него появились маленькие дети никогда было заниматься аквариумом и аквариум пришел в плачевное состояние вот он решил его расформировать там желает она на кара там живан цитрус и там жили коридорасы вот один из этих коридораса вот он я еще породу не знаю надо будет посмотреть вот вот таких три коридора со я их оставил нано кара и анцитрус уехали в село к родственникам моей жены там деткам аквариум я запустил они рады и довольны и главное чтобы они ухаживали за нано карой и анциком ну посмотрим вот что еще мне досталось в наследство с аквариума вот такой вот куст анубиаса видите он немножко там в обрастаниях но я думаю он придет нормальный вид еще вот анубиас ну вот он рядом с опять забыл это называется это растение которое покупал вот память елки-палки в общем вот по центру анубиас я не знаю что это действительно какие-то в нем вытянутые такие листики вот он надо будет тоже смотреть что это но он тоже в запущенном состоянии так что еще папоротник узколистный он тут плавать по всему аквариуму но я его на нас соберу весь и пучком куда-то примотаю также досталось около пяти вот таких вот караб карпатских камней таких фактурных вот это то что я себе оставил и была коряжка еще такая интересная и крипто карина вот коряжка и крипто карина также уехали в другой аквариум как видите я убрал роголисник его нет не плавает он тут наверху а сейчас есть и воды посмотрим как ей будет житься воду вчера делал подмену кстати по испарению воды видите вот отметки это за неделю я замерял около семи литров шесть с половиной литра воды там плюс-минус за неделю с такого открытого аквариума в не жаркое время года испаряется около семи литров воды для тех кому интересно было что там комментарий был у меня спрашивали вот пожалуйста вам ответ по поводу мха пока он еще не не начал прирастать но я жду начинает там пускать новые стебельки я надеюсь что они прирастут надеюсь вот и по монте-карло монте-карло я разделил видите как на подставочку эту по всей площади примотал ее леской мне кажется она растет нормально вот крупные стали такие листья в общем посмотрим еще через недельку как она будет себя чувствовать все питомцы чувствует себя нормально сомиков тут теперь вообще целое остающе и панды и венесуэлы и еще три вот этих вот друга коридоросы не знаю как они называются аманки тоже себя нормально чувствуют пока ни одной и опять же не увидел с икрой но ждем параметры воды в этот раз я не мерял я не думаю что они там изменились достаточно сильно папа померяем если на следующая неделя кстати тут сейчас у меня работает один светильник второй светильник у меня включается в 16 на 0 1 в 15 на 0 сделал таким образом типа плавный рассвет попутся фаландром ну что пубцы фаландром вот они листья не попадали нормально видно конечно что им не понравилось опять вот это все перемена мест ну они сейчас адаптируется тут не было такого масса листопада вот как в семье си двухлитровом аквариуме вот очень хочу заказать сюда креветок я уже решил каких не аккордина blue dream люблю вельвет в общем синего цвета не аккординку хочу заказать сюда жду когда будут свободные деньги наверно закажу потому как не дешево это все стоит на наши деньги это будет стоить около полторы тысячи я хочу заказать их сразу штук 300 сюда заполонить тут полностью тем более цена интересная ок там будет вот вот ребята в принципе на сегодняшний день понятное дело в этом году я потом уберу которая посредине как непонятно что ну пока пусть будет она так пока она выполняет свою функцию стабилизации аквариум следующий следующую подмену попытаюсь немножко посифонить потому что я вот эти вот камни и шевелила под камнями уже видно собрался такой детрит то есть сифонить надо сифон у меня есть с мелкой трубкой буду сифонить им как раз посмотрим грунт начинает потихоньку темнеть на видео наверное кажется что светлый но я уже вижу что он темнеет я думаю еще неделька две и он примет свой нормальный вид как во всех аквариумах а кстати вот что мне еще досталось в наследство ответе пальбите с небольшой вот он его сюда поместил это все как я люблю из маленького отростка растить пусть будет вот ребята в принципе 200 литровому аквариуму на сегодня все показала вам рассказал о новинках на следующей неделе буду пробовать вот тут вот что-то из карпатского камня вот в этом углу что-то сооружать вот если конечно не передумаем хотя мне мне хочется тут все-таки сделать тоже лаву что она полегче и анубис этот разместить в общем посмотрим целая неделя еще в раздумьях может быть может быть передумая может быть что-то вы мне посоветуете может быть что-то я еще решу вот как то так все на сегодня все ставьте ваши лайки оставляйте ваши комментарии для меня это очень важно я вижу что вам интересно я буду делать новые видео вот и делитесь этим видео на своих страничках всем всего хорошего до свидания